Зональное совещание по работе ТОСов прошло в Геленджике. Активистам не только рассказали о перспективах развития самоуправления, но и научили, как правильно взаимодействовать с населением и государственными структурами. Вообще же, общественники собрались по приятному поводу. Подведены итоги зонального конкурса на лучшую организацию работы самоуправления. Сразу три сочинских ТОСа получили гранты на свои проекты. Третье место занял ТОС «Верхнениколаевская» Адлерского района. Выделенные 212 тысяч рублей пойдут на обустройство детской площадки. ТОС «Верхнениколаевская» – это, пожалуй, один из самых молодых ТОСов не только в Адлерском районе, но и в городе Сочи, но и по возрасту. Самые молодые ребята, молодые девчонки и ребята, активные, желающие, чтобы их жизнь, их односельчан, была более прекрасна, благоустроена. Именно они занимаются благоустройством территории. Был построен стадион, создана футбольная команда. Ребята занимаются еще и музыкой. Второе место у ТОС «Лазаревская». Совет общественников уже наметил, как распределить выигранные 330 тысяч. Ну, уже предварительно… Что там греха-то есть? Мы предварительно уже наметили ряд мероприятий. Одно из них – это ремонт детских площадок, потому что, ну, депутаты совсем не успевают то, что нужно сегодня приводить в порядок. Ну, и, очевидно, часть средств будет также направлена на озеленение. Первое место присудили ТОС «Уданской». Грант в 530 тысяч будет направлен на новый сквер в микрорайоне. Решение приняли жители. Мы провели опрос, надеясь на то, что все-таки мы займем первое место. И у нас получилось, на что мы потратим эту сумму. И мы решили, что мы потратим на сквер, и у нас это получится. В целом, в Сочи сегодня работают 72 ТОСа и работают успешно. Их активно поддерживают власти города. Советы курортного самоуправления ежегодно входят в число победителей краевых и зональных конкурсов. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ВКТ».